Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут Алексей, продолжаем кампанию за США в игре Generals. Дивизия США попала в засаду JLA в горном массиве Хиндеркуш. Наши войска отступают, а JLA преследуют их. Примите командование небольшой базой Каманчей возле Солона и прикройте отступление. Постарайтесь изо всех сил, генерал. Северный Казахстан. Силы США отступают. Отстаньте уже от Казахстана. Что же вся кампания за США проходит в Казахстане? Значит, ребят, в этой миссии мы должны защищать наши войска в ущелье, которые пытаются захерачить Галаа. Ну, в общем, будем строить, возможно, там, не знаю, технику побольше, да? Защитные вышки. Ну, и, в общем, чем быстрее мы сможем защитить наши конвои, тем лучше. Генерал, войска США отступают в этом направлении. Используйте Каманчи, чтобы прикрыть отступление войск. Уничтожьте как можно больше техники противника, участвующие в преследовании. Уничтожим. Куда мы денемся? Так, ребят, давайте, значит, по войскам посмотрим. ГЛА у нас на хвосте. Нам пригодится ваша помощь. Забрасываем в джипы. Во, хорош. И, по всей видимости, как нам сказали, что войска Галаа преследуют, в общем, наши войска. И, в общем, нужно этому противостоять. Ну что, ребят, давайте, может, еще, кстати, транспортных самолетов построим побольше. ГЛА наступает. Уничтожайте всех, кого сможете, генерал. Ничего страшного. Здесь вообще, на самом деле, какая-то проблема с лесами. Не так уж их много. Но что-нибудь придумаем. Кстати, можно починку использовать. То есть, получается, войска, которые здесь есть, они также пытаются отстреливаться. Но, на самом деле, мне кажется, если бы они дали бой, то было бы намного эффективнее, да? То есть, все-таки отступать и отстреливаться не очень хорошо, не очень, скажем так, эффективно. Тоже наши войска сбрасываем в ущелье. То есть, максимально стараемся выдержать оборону. Ну, основные войска, которые будут сопротивляться, получается, у нас Каманчи. И плюс еще техника, которую мы, собственно, отправили в ущелье. Что касается рессов, давайте посмотрим. Здесь, по-моему, есть также дополнительные ресурсные точки. Также есть нефтяные вышки. Но я не вижу смысла их захватывать, потому что миссия достаточно, скажем так, быстрая. То есть, пока мы бежим до этих ресурсных точек, пока мы их захватим, уже пройдет очень много времени. Так, ну что ж, а, кстати, можно защитных вышек, наверное, построить еще дополнительно, да? Модернизация завершена. Модернизация завершена. То есть, получается, у нас такая будет сборная солянка. У нас будут защитные вышки, у нас будут вертолеты, у нас будет техника. Но, кстати, завода нет у нас, к сожалению. Поэтому танки строить мы не можем. Давайте, значит, строить защитные вышки. Может, надо строить их поближе, непосредственно к самому конвою. Можно, кстати, воспользоваться также еще самолетами. Как раз, когда головы выйдут, их накроют еще огнем сверху. Все, поехали, поехали. Самолеты начинают пигачить. Но, на самом деле, немножко промазал, надо было их использовать чуть раньше. Заворачивать на нашу базу, но ничего страшного. У нас есть немножко защитных вышек, так что, может, как-нибудь отобьемся, я думаю, да? Заказываем побольше вертолетов. Подразделение потеряно. Ну что ж, вроде неплохо мы отбились. А, чертяга, еще какой-то выход. Давайте используем наши вертолеты. Только, главное, сказал о том, что мы хорошо отбились, как на тебе. Пришла очередная толпа ГЛА и смяла нашу оборону. Вертолеты, на самом деле, не очень эффективны против танков, потому что, используя ракеты, они переключаются на пулемет. А вот пулемет по урону оставляет желать лучшего. Но, кстати, всех рабочих мне сняли, поэтому новые вышки я строить не могу. Осталось еще 75. Ну что, давайте, наверное, я не знаю, рабочего построим, потому что без рабочего-то вообще жизнь-боль. Разве что рейсов вот только не хватает постоянно. Нужно строить вертолеты, нужно строить защитные вышки. Да, хорошо, мы исправились. То есть, получается, наземная техника, она также является дополнительным рубежом обороны. Ну и плюс еще вертолеты, конечно. Единственное, что плохо, ГЛАшки очень зачастую быстро так пролетают, и ты не успеваешь просто их даже убить толком. Устанавливается связь. Подкрепление прибывает, генерал. Так, значит, нам сообщают об очередном выходе противника, по всей видимости. Ну что ж, рабочий готов, но рейсов очень мало. Хотя, с другой стороны, нам осталось очень мало войск, которые нужно защитить. То есть, основные войска все-таки мы провели уже. И даже если мы сейчас потерпим пиаско в обороне, ничего страшного. Те войска, которые здесь есть, они доедут, и, собственно, победа останется за нами. Пигачим, пигачим. Хорош. Очень много танков. А хорошо то, что у противника нету ПВО, потому что вертолеты крайне неэффективны, собственно, против ПВО, ничего сделать им толком не могут. И что-то он так активно, активно поехал на мою базу. У меня дело в том, что только одна вышка там сверху. Ничего, сейчас зафигачим их. Во, и возвращаемся на место. Ну что ж, вроде отбились, да? По войскам-то хватит или не хватит? А на самом деле, может, я погорячился, а на самом деле не так уж и много войск. Поэтому все-таки следующий выход ГЛА, я думаю, что имеет место быть. То есть, придется еще сдержать одну атаку противника. Но, с другой стороны, у нас вертолеты есть. Есть, а также танки. Защитные вышки тоже строятся. Так что, я думаю, справимся. Осталось всего 25. И у нас еще хорошо то, что у нас откатились самолеты, так что можем также их использовать. Мы почти достигли цели, сэр. Осталось 10. Осталось буквально две боевые единицы. Все закончено. Очередной выход. Прибывают новые войска. Надо чуть пораньше, мне кажется, кастануть самолеты, потому что, чтобы не было, как в прошлый раз. Давай, давай, выходи. Вышек много вертолетов, много, да? Во, выход ГЛА, отлично. И сейчас самолеты еще прилетят. Ой, как хорошо. Вот сейчас очень хорошо зашло. И здесь также есть машины ПВО. Вот сейчас у меня покусит вертолет. Неплохо, неплохо он херачит. Но, с другой стороны, конвой проехал. То есть, уже их ничто не остановит. Даже если он меня здесь пробьет, то ничего страшного. ГЛАшки пытаются безуспешно атаковать мою базу. Здесь очень много защитных вышек. Просто на шару пытаются проехать. Ну что ж, поздравляю, ребят. А конвой успешно продвигается вперед по ущелью. И я думаю, что это уже все. Конец. Хэппи-энд, что называется. Можно было, кстати, использовать также самолеты. Но, вы сами понимаете, на все не хватает, конечно, денег. Хотя уже под конец немножко денег скопилось. На самом деле, эту миссию можно было сделать и подольше. Допустим, сделать не чтобы 100 юнитов прошло через конвой. Да, допустим, 200 или 300. Пустить, не знаю, там какие-то тяжелые установки у противника. Вот. Но, в общем, можно было сделать ее чуть длиннее и интереснее. Работа, генерал. Это была последняя колонна отступающих. Подразделение потеряно. Попытается последней волной смыть наше сопротивление. Мы должны устоять. Устоим. А какой смысл-то? Мы уже войска провели. Сейчас уже просто нет смысла галашкам атаковать мою базу. Подразделение потеряно. Вертолеты успешно справляются с техникой. Все, продвигаемся дальше. Хорош. А то есть мы могли даже не добивать эту последнюю волну, насколько я понял. Главное провести 100 боевых единиц через конвой. Ну что ж, очередная миссия компании за США успешно пройдена. Я, если честно, немножко даже расстроен. Потому что по сравнению с ГЛА, компания за США, пока что очень простая и легкая. Хотя не буду каркать, потому что следующие миссии могут быть реально тяжелыми. Я вначале, скажем так, расслаблюсь, а потом уже будет боли и унижение. И буду сетовать на то, что ой-ой-ой, как тяжело. Ну что, ребят, я прощаюсь с вами до следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.